На одной волне с городом. Радио. Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Встретились, поговорили». С нами на прямой связи кучу Ольга Троицына. Здравствуйте, добрый день. Очень приятно снова встретиться. И мы продолжаем нашу такую серию программ, бесед, размышлений, советов по поводу того, как что-то менять в жизни. И вот мы несколько раз затрагивали каким-то образом тему того, как понять, что пришло время перемен, как осознать, что эти перемены нужны, как на них решиться. Но, в принципе, есть еще один очень важный, наверное, аспект, который нужно проговорить. Здесь мы часто все-таки испытываем сомнение, хватит ли нам сил или энергии на какие-то преобразования в своей жизни. И если человек испытывает такой дефицит, недостаток энергии, но, к сожалению, да, это тоже один из симптомов. Там, не знаю, говорят же, есть даже симптом хронической усталости в мире, даже признанным заболеванием. Вот где брать эту самую энергию? Вот об этом мы сегодня хотели поговорить. Добрый, бодрый день. Очень рада всех видеть и слышать. Сегодня прекрасный день. На улице солнечная погода. Мне кажется, уже только от солнышка мы можем начинать черпать эту энергию. Потому что сейчас, мне кажется, нас, в принципе, природа балует. Хоть и прохладно, но такое количество все-таки солнечных дней мы давно не видели. И уже это одно, в общем, дает нам какую-то дополнительную силу на движение вперед. Тема энергии и жизненной силы, она на самом деле очень актуальна. И правда, это является очень хорошим продолжением наших прошлых эфиров. И про смену профессии, как понять, что нужно что-то менять. Потому что даже если мы недовольны существующей ситуацией, даже если у нас есть уже конкретный план, как мы хотим это изменить, безусловно, нам на это нужна энергия. И я где-то нашла очень интересную информацию, что в день мы должны заряжаться, условно заряжаться, не меньше двух часов в день. Как я себе это объяснила? Что такое заряжаться два часа в день? Это значит, мы должны заниматься тем, что нам нравится, тем, что нам дает эту энергию. И два часа – это достаточно приличный такой срок. Это не 10-15 минут, выпил чашечку кофе, показалось, что подзарядился и побежал работать дальше. Нет, это именно вот два часа, посвященных, получается, себе. Потому что мы говорим про себя, про нашу энергию, про наше движение вперед. Но сегодняшний эфир я бы хотела, наверное, не начать не с того, где мы можем брать энергию, как от солнышка или от чашечки кофе, а где мы ее теряем. И вот мне кажется, этот момент ключевой, потому что его отследить гораздо проще. И когда мы будем буквально вычеркивать из своего длинного списка те моменты, где мы эту энергию теряем, то потом, естественным образом, мы ее, а, как минимум, перестанем терять, и, б, придем к тому, как мы можем ее получать. Да, если можно, только, Ольга, чуть, может быть, ближе к микрофону, чтобы было лучше слышно, потому что я боюсь, что наши слушатели, чтобы не потеряли ни одного драгоценного слова. Я надеюсь, так лучше. Да. Так лучше меня слышно? Да, лучше, да. Прекрасно. Начнем? Да, конечно. Где мы теряем? Первое. Я бы начала с самых простых пунктов. Тут есть такие и попроще, и посложнее. Поэтому вот мы начнем, наверное, с самого простого. Это первое. Наш дом, где мы живем, и те вещи, которые нас окружают. Согласитесь, что если вокруг нас важно понимание этого слова, да, и вечный беспорядок, это уже является поводом, как минимум нашего недовольства. К чему приводит недовольство? К потере энергии. И сейчас, в ситуации, когда мы работаем из дома, я думаю, что этот бардак, он появляется еще гораздо быстрее. Дети дома, все работают из дома, мы бесконечно ходим на кухню, что-то кушаем, посуду мыть, мы, наверное, не успеваем в перерывах между Zoom-встречами. И к вечеру, когда заканчивается условный рабочий день, я думаю, что ту картину, которую мы видим и которая предстает перед нами, она, в общем, не очень, наверное, такая вдохновляющая, да, и совершенно не наводит на мысль о том, что как бы мне теперь найти два часа времени на себя и где бы мне подзарядиться этой энергией. Потому что мы понимаем, что мы сейчас должны идти на кухню и мыть, например, эту посуду. И этот момент, он в бытовом плане является ключевым, потому что мне кажется, что он отнимает достаточно много времени и энергии. И как мы можем здесь себе помочь, все-таки это, наверное, очень индивидуально. То есть если у нас есть семья, то я предполагаю, что можно и нужно какую-то часть обязанностей распределить на детей. И даже маленькие детки могут и за собой помыть посуду и убрать свою комнату, потому что у них школа заканчивается все-таки раньше, это полдня, да, а мы еще потом дорабатываем. И вот за какие-то, как я говорю, плюшки, с детьми всегда можно, наверное, договориться, что они могут помочь. Хотя бы убрать за собой. Это будет уже какая-то большая помощь. Потому что я знаю, и работая со своими клиентами, конечно, в большинстве случаев, женщины все это взваливают на себя. То есть я хозяйка дома, значит, я должна за всеми убирать, я должна готовить, я должна мыть посуду. И, соответственно, откуда у женщины энергия к концу дня? И откуда. Да, еще и потратила то, что могла бы быть. Это первый такой момент, о котором я бы вот точно предлагала бы задуматься. Дальше следующий момент очень похожий на этот, где мы теряем энергию. Это какие-то сломанные вещи, например, какая-то сломанная техника, которую нужно починить. Это может быть телефон, у которого нужно поменять экран. Это может быть какая-нибудь стиральная машина, которая протекает. Это может быть, ну, все, что угодно, все, что касается техники. И точно так же это может касаться какой-то, например, одежды, которую нужно зашить, подшить, отремонтировать, отнести в химчистку. И вот это все стоит, висит, лежит у нас перед глазами. И точно так же, глядя на это, это нам настроение никак не улучшает. То есть мое предложение составить список дел и потихонечку все-таки начинать их разгребать. То есть начинать или ремонтировать, или выбрасывать. Это, наверное, такие самые первые, самые простые, но самые бытовые вещи, которые есть вокруг нас, которых мы не замечаем, и мы не замечаем, как они у нас забирают эти жизненные силы. Дальше история про голос в голове. Я это называю русским радио. Это русское радио у нас включается, в принципе, когда угодно и может длиться бесконечно. Очень часто русское радио включается перед сном. У кого-то русское радио включается, не знаю, там в 5 утра и начинает давать какие-то очень ценные советы и вещать какие-то там совершенно важные вещи. Могу рассказать про себя. Я долго боролась со своим русским радио. У меня это, оно включается где-то часов в 6 утра. И это русское радио, он может вспомнить, что я забыла ответить на e-mail, например, двухнедельной давности. То есть безумно важная информация для 6 утра. Но я ее получаю. То есть мой мозг, видимо, отдохнул, как это переформатировался, поставил везде галочки, что я сделала хорошо и обязательно нашел то место, что я не сделала. Или забыла бумажку, какую-то подать или письмо отправить, или мейл прочитать. И обязательно только это в 6 утра. Сначала я не знала уже, что с этим быть и как с этим вообще бороться, потому что дальше ты спать не можешь, потому что у тебя по кругу крутится именно эта мысль. «Ага, надо проснуться ответить на e-mail, надо проснуться ответить на e-mail». Теперь я как-то договорилась, я теперь просыпаюсь, когда у меня это русское радио, я говорю «Благодарю, я больше не забуду. Сегодня, как только я проснусь, я обязательно отправлю этот e-mail, и я как-то вот договорилась со своим русским радио, и просыпаясь, я уже делаю эти дела». Но не всегда так просто получается, потому что есть мысли, которые к нам приходят каждый день новые. Ну вот в моем случае мне повезло. То есть у меня каждую ночь какую-то новую информацию выдается. А есть история, когда русское радио, оно одно и то же по кругу. Не знаю, выброси елку, выброси елку. И ты каждый день и каждую ночь у тебя одна и та же мысль, что надо выбросить елку. Что делать в этом случае? Одно из самых, наверное, простых, мне кажется, эффективных способов, есть такая штука, как фрирайтинг. Когда можно взять один, два, три листа бумаги, просто пустых, и писать все, что приходит в голову подряд, не анализируя, не сортируя. Тем самым вы избавляетесь от стресса обязательно, причем писать все какие-то страхи, все, что вас волнует. И это только не относится к вопросу к жизненной энергии. А вообще, если вы понимаете, что у вас перегружена голова какими-то мыслями, и вы уже не справляетесь, вы не можете их ассортировать, то этот метод очень хорошо помогает. Дальше с этими бумажками делать ничего не надо. Вы можете их выбросить, вы можете их сжечь, их не надо анализировать, их не надо потом сжечь, а затем с шампанским выпить под бой курантов. Не нужно. На Новый год, да. Нет, не надо. Это мы делаем для того, чтобы освободить нашу голову, потому что мы обсуждали книжку Sapiens, и там очень классная фраза, что очень сильно потребляет нашу энергию, это наш мозг. И вот эта история, чтобы немножко облегчить вот этот наш внутренний компьютер, чтобы он не забирал у нас такое количество энергии, мы его должны максимально очистить, мы должны выбросить какие-то старые файлы, если какие-то актуальные файлы, надо их проработать, не куда-то там отправлять на чердак, я подумаю об этом завтра, как скажет Охара, то есть с этими вопросами надо работать. Конечно, на это надо выделить время, энергию, я думаю, что тоже, но потом 100% будет лучше. Это вот из таких вот моментов, которые уже связаны с работой с собой. Если мы возвращаемся к себе любимым, то очень важно, и у нас забирает энергию, как это ни было бы странно, невкусная еда. Что я называю невкусной едой? Это когда вы встаете и на завтрак вместо прекрасной чашечки кофе или чая с каким-нибудь симпатичным, у кого что, у кого круассан, у кого бутерброд, у кого мюсли, и все это, ну, хоть как-то эстетически красиво оформлено у вас на столе, и у вас есть на этот завтрак хотя бы там 10-15 минут времени, вместо этого вы на бегу выпиваете там черный чай, черный кофе, вы этот завтрак проскакиваете, ну, у некоторых завтрака нет, он чуть позже, то есть вы не используете этот ритуал и это время приема пищи как инструмент для получения энергии, то есть вы кушаете только для того, чтобы выжить, то есть я поел, чтобы не умереть, чтобы добежать до работы, что происходит сейчас, у нас кафе, рестораны закрыты, соответственно, мы абсолютно точно лишены сейчас этих классных ритуалов, да, когда ты можешь выйти хотя бы в кафе в обед, то есть что мы делаем, мы носим с собой пластиковые коробочки, скорее всего, и вот расскажите, кто получает удовольствие от приема пищи из пластиковой коробочки, из пластикового стаканчика, с огурчиком в целлофане, например, и так далее, но ты никак не получишь оттуда, то есть опять... И коллеги не получат, я скажу больше, там разогретая в микроволновке какая-нибудь еда, она в общем, ну, как-то ароматами своими портит еще и настроение окружающим, и ты чувствуешь, что они чувствуют, и чувствуешь вину перед ними, и это еще больше как-то тебя, ну, подавляет. Да, еще больше погружает туда, куда нам не надо, откуда мы старательно пытаемся выйти, и, соответственно, у нас остается ужин, и что происходит на ужин, то есть если у нас есть время, и мы можем его себе красиво, вкусно приготовить, это очень здорово, мы хотя бы одним приемом пищи компенсируем все, что, всю катастрофу, которая с нами происходила в течение дня, но если мы прибежали и тоже сварили какие-нибудь пельмени, потому что это быстро, и потому что надо просто в наш организм что-то закинуть, чтобы протянуть до завтрашнего дня, то опять-таки тут мы тоже лишаем себя сознательно какой-то дополнительной энергии, и вот сейчас сколько мы всего, три или четыре пункта проговорили, которые присутствуют фактически у всех на протяжении всего дня, и откуда нам взять энергию, если мы уже точно знаем, что в этих моментах мы ее теряем, то есть это где нам нужно найти тот источник, который компенсирует уже эти потери, но это не все, то есть пунктов на самом деле очень-очень много, и мы идем дальше, правда же? Да, я... Хорошо. Что еще? Где мы еще теряем энергию? Ой, мой любимый и, наверное, самый больной пункт, где мы теряем энергию, это когда у нас есть ощущение, что нас недооценивают на работе, и это совсем не обязательно мы должны работать по найму, это точно так же может быть и свой бизнес. К чему это приводит? А это приводит как раз к выгоранию, то есть вы от работы уже не получаете никакого удовольствия, и вы тратите огромное количество собственных сил для того, чтобы продержаться день на этой работе, для того, чтобы вас не уволили, там, а если у вас есть еще задача получить какую-то премию, но вы делаете ту работу, которая вам не нравится, то там, я думаю, что слив идет, ну, просто, ну, космический слив энергии, да, и сейчас у меня довольно много клиентов как раз тоже с этими запросами, почему так происходит, почему не нравится на работе, почему они делают то, что они делают, оправда ли это их, и тут мы опять-таки возвращаемся к вопросу смены профессии, да, и к тем страхам, но по сути, вот, необходимо задать себе вопрос, и тут не про то нравится или не нравится, а именно ощущение недооцененности, сейчас в период зумов, когда нету даже личного общения, когда тебе начальник не может встретить в коридоре, пожать руку и сказать, слушай, ну, ты молодец, ты сделал хорошую работу, да, или коллеги где-то, там, не знаю, в курилке или за чашкой кофе скажут, классно, мы сделали этот проект, пойдемте вечером там в кафе отметим это дело, этого нет, то есть как сейчас люди справляются и как они получают эту позитивную обратную связь от того, что они хорошо сделали свою работу, то есть сейчас как, либо тебе коллега или начальник написал на имейл, правда, спасибо за работу, либо в лучшем случае позвонил, либо еще что-то, и вот где вот эта вот грань, потому что работа, она вообще не должна забирать энергию, она ну как минимум должна поддерживать нас на том уровне, на котором мы были утром, то есть ты отработал и ты не чувствуешь, что ты в ноль, вот знаете, вот эта вот фраза любимая, ты приходишь с работы, падаешь на зван, говоришь, все, я там в ноль или вообще в минус, вот и тут тоже такой момент, почему вас недооценивают и как вы будете с этим, как сделать так, чтобы стали ценить, как сделать так, чтобы получить ту позитивную реакцию на свою работу, наверное, которую вы хотели бы, но это вопрос осознанности, то есть каждый человек сам должен проанализировать, а что у него происходит и как происходит. То есть эта проблема может быть и надуманной, я так понимаю, да, то есть человек может думать, что его недооценивают, но просто он не получает этих сигналов обратной связи и вот в результате он может напридумать себе каких-то выдуманных проблем, и они у него отбирают жизненные силы. Да, поэтому, если клиент у меня в кучинге, я всегда спрашиваю, а какие есть те критерии, по которым вы понимаете, что вас недооценивают, хорошо оценивают или переоценивают, да, и пройдясь по этим конкретным критериям, уже можно понять, чего человек ожидает, потому что если он скажет, что я просто чувствую, что я не в своем месте, да, и картину на стене закрываю, это одна история, да, тут уже даже, ну, не про недооценивность, а просто про то, на своем ли месте человек, а если он говорит, нет, я работаю, мне нравится, это в принципе то, что я знаю, умею, но вот я чувствую, что мне за это не доплачивают, или я бы очень хотел там какой-то большей значимости, чувствовать себя частью коллектива или чувствовать себя частью большего, вот это совершенно другая история, да, тут тогда надо работать, ну, и надо думать о том, а как стать этой частью большего и получать ту обратную связь, которую вы хотите, да, от окружающих, это же и начальник, и начальство, и коллектив, это кто угодно. Хорошо, мы, наверное, сейчас, нет, у нас не будет перерыва, поэтому мы можем без перерыва смело двигаться дальше и вот продолжить, если еще какие-то пункты в вашем списке тех дел, которые у нас забирают энергию. О да, список длинный, мы даже, наверное, хорошо, если на середине. Следующая история, это многозадачность. Одно время этот термин был очень-очень популярен, даже буквально несколько лет назад, и всем считалось, что это очень круто, когда ты можешь одновременно, даже на работе, делать, вести кучу проектов, параллельно разговаривать по телефону, писать имейлы, еще коллеги давать какие-то ценные указания, и так далее, и так далее. Но вот я очень-очень рада, что буквально это последнее исследование и моя любовь к теме «Быть здесь и сейчас», она все-таки доказывает большую жизнеспособность, что вот это вот мультизадачность делать все и сразу ни к чему хорошему не приводит, и приводит, опять-таки, слава богу, к тому, что ты делаешь все по чуть-чуть и не очень хорошо. Да, ты делаешь, да, ты галочки ставишь. Но сделать хорошо у тебя даже нет времени, потому что, еще не закончив один проект, ты уже на себя берешь следующий, потому что ты живешь в режиме многозадачности. История жизни, когда я точно убедилась, что многозадачность – это не очень хорошо, это когда я приехала как раз из налоговой инспекции, поставила машину на стоянку, не на улице, потому что мне очень хотелось сходить, это еще в те времена, когда все было открыто, сходить вкусно с собой покушать и насладиться ритуалом, и получить энергию после посещения службы налоговой. Понятно, что там энергия, вот правда, что в ноль была. Мне надо было восстановить, я все это понимала и поставила машинку на стоянке, чтобы все было хорошо. И что вы думаете, там через полтора часа прекрасного обеда я возвращаюсь, приходит молодой человек с парковки, говорит, вы знаете, в вашу машину въехали. У меня глаза квадратные. Ну вот, честное слово, специально поставила на стоянке, ну чтобы не, ну вот. Я говорю, хорошо, а где вот там женщина? Ой, а вы знаете, она уехала, она юрист, ну вот все телефоны она оставила, ну вы же понимаете, у меня время поджимает, я поэтому поставила рядом с кафе, ну а что ты будешь делать? Я говорю, ну хорошо, оставила машину на парковке, дошла до офиса, благо у меня там было 4 квартала, через какой-то момент, когда эта женщина вернулась, свои дела сделала, вернулась, ей, конечно, было страшно, стыдно, неудобно, была очень красивая машина, и она тогда сказала конкретную фразу, говорит, вы не представляете, это все потому, что вот это вот наша многосоточность, то есть я села в машину, я позвонила, у меня был звонок, там, по-моему, то есть с бывшим мужем, плюс параллельно я еще где-то делала какие-то дела, на стоянке я просто вашу машину не заметила, как это возможно, я не знаю, выезжая со стоянки и не заметить машину, да, и вот и человек прямым текстом, я говорю, вы понимаете, вот вы ответили себе на вопрос, то есть видимо, это не столько была моя история, сколько ее, надо выходить из этого режима, а женщина была, там, видно, бизнес-вумен, то есть такая очень-очень занятая, да, и вот как бы в этой, во всей истории многозадачности вот так вот, вот неприятности даже начинают случаться, даже уже не просто мы что-то не успеваем или делаем что-то плохо, а мы начинаем уже вредить и себе, и другим, и поэтому вот, вот на эту тему тоже я бы задумалась, поэтому осознанность и все-таки взять и сделать один раз до конца и хорошо, и потом переключиться на следующее, сейчас, я думаю, это гораздо больше, более популярно. Хотя вот был, всегда приводили пример Юлия Цезаря, который умел делать сразу несколько дел, чуть ли не говорили, он там диктовал какие-то письма, одной рукой писал дневник, другой рукой там что-то еще подписывал указы, то есть это вот приводили пример, как совершенно вот такой человек как многозадачного. Да, вот я тоже выросла в этой истории, что вот Юлия Цезаря, это круто, да, и, наверное, мы все тоже так, до последнего момента, пока ты не начинаешь бить свои и чужие машины, ты веришь в эту историю, да, а когда уже происходит что-то такое, где тебя уже лбом столкнули с твоим вот этим вот убеждением, что я могу все и сразу, вот, ты все-таки начинаешь немножечко анализировать, и я сейчас, я говорю сама, и всех призываю о том, что давайте делать одно дело, ну, хорошо, полностью туда погрузимся в эту историю, сделаем это, сдадим и переключимся на следующее, потому что будет сделано на самом деле ровно столько же, только еще и хорошо. Хорошо, тогда многозадачность поставили галочку, точнее вопросительный знак, нужна ли она нам, и движемся дальше по списку. Движемся дальше, дальше наше окружение. Кто те люди вокруг нас, с которыми мы проводим большое количество времени? Здесь тема поднимается, безусловно, токсичных людей и токсичных отношений, потому что в любой токсичности мы теряем огромное количество энергии, потому что мы обязаны и мы должны преодолевать. Если токсичные люди это наши близкие люди, это очень сложно. То есть там надо проходить какие-то и правда, не знаю, может быть терапии, для того, чтобы с этим справляться, потому что в основном мы очень сильно реагируем на эти раздражители, нам очень важно, что эти люди нам говорят, нам очень важно, что эти люди делают. Обычно они нарушают наши границы, это классика жанра, это то, что они делают в первую очередь, и отстаивание своих границ или своих каких-то интересов занимает огромное количество у нас энергии. Поэтому с близкими людьми это просто надо прорабатывать, и плюс самое главное самому не становиться токсичным человеком, потому что очень часто это все-таки, если мы говорим, что это передается из поколения в поколение, если мы жили в семье, где мама или папа были токсичны, то, конечно, у нас есть все шансы тоже стать токсичными, то есть это надо понаблюдать за собой. Если же вокруг нас токсичное окружение, то тут тоже надо понимать, если это друзья-подруги, если это какие-то там даже клиенты, какие-то заказчики, с ними очень сложно. То есть либо надо вырабатывать какую-то систему внутренней защиты, то есть там тоже есть какие-то определенные методы, ну, как и защита от манипуляции, что делать в случае, если этот человек тебе правда очень нужен, если ты с ним работаешь и тебе нужен результат, тогда ты работаешь над этим результатом и стараешься поменять свое какое-то усиление, отношение к этой истории, выстроить собственные границы, то есть там идет уже такая довольно серьезная работа. Но, как формула успеха, которую мы тоже в одном эфире обсуждали, что наш успех состоит на 10% от наших знаний и навыков, 40% наше мышление и 50% наше окружение. То есть мы понимаем, что половина нашего успеха зависит от этого окружения. И вот насколько это окружение качественное, насколько эти люди правда вам близки, интересны, они с вами на одной волне, и по-хорошему эти люди, они должны давать вам энергию. Вот откуда энергию брать, правильно? То есть у нас всегда есть выбор. Ты пообщаешься с человеком, который на тебя вывалит, не знаю, там, ворох своих проблем и с утра до вечера будет рассказывать, как у него все плохо. Либо ты встретишь человека полного энергии, который скажет, классно, давай, у меня есть какая-то новая идея, новый проект, давай мы его реализуем, не знаю, там, заработаем денег, спасем мир. И это две огромные разницы. То есть и там, и там человек, и там, и там мы с ним общаемся. Результат совершенно разный. И как мы выходим из этого разговора или из этой истории с этим человеком, это тоже совершенно разная задача. А вот есть ли токсичные, действительно, отношения на работе, там, где мы не можем выбирать, например, хотим мы общаться или не хотим, то есть нам поставили задачу, ну, скажем, начальства решить какую-то проблему, и нам приходится сотрудничать с человеком, который, ну, буквально, вот забирает из нас энергию или, например, ну, пытается спихнуть всю работу под любым предлогом на наши плечи. Мы понимаем, что это несправедливо, что это, ну, вроде бы мы работаем вместе, но, тем не менее, если это получится работа, то тогда как будто бы этот человек будет претендовать на лавры, а если все провалится, то он постарается спихнуть все шишки на тебя, вот, например, такая ситуация. Ситуация классная, я только не думаю, что я смогу сейчас за две минуты объяснить, потому что это классический запрос на коуч-сессию, между прочим. Вот, кстати, может быть, это тема. Самый классический, да, что делать. То есть тут вопрос ответственности, и как только мы научимся брать на себя только свою ответственность и людям их ответственность отдавать, тогда тоже начнет налаживаться этот баланс, потому что что происходит? Как это говорю, сваливают на тех, на кого можно свалить, да, и ездят на тех, на ком можно ездить, кто хотя бы один раз позволил собой так поступить, да, то есть отдать свою работу, потом еще потребовать, потом еще сделать виноватым, да, и, как вы говорите, присвоить все лавры. То есть это вопрос как раз к тому человеку. А, в тот момент, когда ты чужую работу берешь, ты берешь зачем и почему? То есть ты ее берешь, потому что тебе кажется, ты повышаешь свою нужность в этой компании, да, и ты думаешь, что потом, проделав чужую работу, тебе скажут спасибо, а чаще всего так не бывает, да. То есть это же наши внутренние уже начинаются диалоги с собой. Почему я это делаю? То есть почему я не могу просто сказать человеку, ты знаешь, вот в этом проекте мой кусок работы вот такой, я его делаю, делаю хорошо. Ты, когда свой сделаешь, ты приходи, да. А очень часто начинается вот это вот, тут я помог, тут я за кого-то сделал, и тот, кто посильнее, конечно, он устраивается в этой жизни наилучшим образом, и если можно на всех раскидать свою ответственность, свою работу, конечно, этот человек это сделает. Ну, грех не воспользоваться. Поэтому тут вот очень интересно, то есть как эти люди находят друг друга. Тот, кто скидывает работу, и тот, кто берет эту работу, что его делает. Я думаю, что да, наверное, мы даже можем отдельно просто целую передачу посвятить этой теме, тем более, что все смотрели фильм «Осенний марафон» с Бузыкин, вот Бузыкин, классический пример того, на кого сваливают работу, когда у него там забирают его любимый проект, а потом еще просят, нет ли у тебя набросков, что ты уже начинал наработать, а не мог бы ты поделиться. Вот я думаю, что это все-все-все прекрасно помнят этот момент, но мы об этом, наверное, поговорим уже действительно в отдельном каком-то... Да-да, это про искусство говорить нет. Понимаете, это же про то же самое. И это если мы говорим, значит, про окружение. Мы же идем дальше, правда? Да. Есть еще такая история, поменьше говорить о своих планах и ожиданиях. Я прочитала в очень интересном источнике, что это тоже считается расплескиванием энергии. Я к этому отношусь двояко. Мне кажется, вот я, например, такой человек, если я что-то надумала, я лучше с кем-то поделюсь, потому что для меня это как бы такое обещание себе и окружающим, что я это сделаю. Да, потому что если я только пообещала себе, ну, сама себе пообещала, слово дала, слово взяла, сама себе хозяйка. Да, то есть для меня это как бы история. Но если мы уходим в какие-то более серьезные какие-то либо бизнесы, либо проекты, то тут я, наверное, соглашусь. То есть очень надо аккуратно думать, с кем ты делишься своими планами и своей радостью. Потому что огромное количество людей, которые любят это все дело обесценить. Это не пустить тебя, сказать, что у тебя ничего не получится. И вот когда тебя подбивают на старте уже, это, конечно, такая история. И далеко не всегда даже, ну, я даже не знаю, там не всегда даже, может быть, с близкими надо делиться, потому что у близких своя история, у них свои установки. Они же получают эту информацию через свою призму. Они слушают вас и ваш проект пропускают через себя, а как если бы они это делали. И, конечно, они дают какие-то рекомендации и советы, исходя из собственных привычек. Да, и чаще всего, конечно, совет окружающих лучше не сделать, чем сделать, потому что так надёжнее. Нет никаких рисков, да, ну, зачем тебе это надо, потратишь деньги, потратишь время, потратишь энергию, у тебя может ничего не получиться, мы же хотим как лучшее, вот, давай ты ничего делать не будешь. Вот. И вот эта вот история, она тоже такая, да, кому мы о чём рассказываем и что мы рассказываем. И правда ли мы получаем какую-то суперподдержку и суперэнергию от людей, с которыми мы делимся своими переживаниями. Особенно, если мы делимся какими-то хорошими вещами. И как это, друг познаётся, в принципе, не в беде, а в радости. И я вот тоже, сколько я работала с клиентами, сколько я слышу, гораздо проще найти человека, кому пожаловаться, чем человека, с которым отметить свой триумф. Потому что тут почему-то начинаются самые большие сложности. Да, вот искренне просто принять радость и разделить эту радость. Вот тут вот тоже что-то не всегда срабатывает. Ну да, это действительно бывает сложно, потому что чувство зависти. Вот я читал даже, по-моему, целую монографию, посвящённую историю зависти вообще в мировой литературе, философии и вообще в человеческих отношениях. То есть это такое очень сложное явление. Да, и тоже у нас, если мы говорим об энергии, то это тоже те моменты, в которых мы эту энергию можем терять. И поэтому прежде чем с кем-то разделить эту радость и кому-то рассказать, нужно подумать и какую вы хотите поддержку и что вы хотите от этого человека. Тем более мы обычно делимся с теми людьми, которые хорошо знаем и в принципе чаще всего мы и реакцию хорошо знаем. Но всё равно мы идём и нам кажется, что реакция этого человека вот именно сейчас изменится. То есть вчера он с нами не радовался, критиковал, а вот именно после сегодняшней новости он с нами станет радоваться. Ну, таких чудес наверное может и бывает, но крайне редко, потому что человек должен был сильно работать над собой для того, чтобы вот так измениться. Что ещё забирает нашу энергию? Невыполненное обещание. Это то, что тоже мы все очень любим. Ходим всем, обещаем направо-налево и нам кажется, что это проходит, ну, пообещал и пообещал, и самое интересное, что окружающие эти обещания как раз-таки могут и забыть. То есть, ну, например, не знаю, ладно, женщины, наверное, не забудут, если их кто-то обещал отвезти на Мальдивы, да, и они, наверное, будут долбать долго, и тот человек, который пообещал отвезти на Мальдивы, он точно об этом пожалеет, что он в приступе какой-то нежности что-то такое сказал, да, но в целом, вот это вот, когда мы что-то обещаем, мы сами помним, и получается, что если мы обещали и не выполнили, то мы сами себя изнутри начинаем как-то тоже, в общем-то, с собой вести внутренние диалоги, а зачем я пообещал, а теперь придется выполнять, а выполнять, может быть, я не хочу, и мне всегда очень нравится фраза, что когда у вас очень хорошее настроение, никогда никому не обещайте, вот прямо заклейте себе рот в пластыре, потому что обычно, когда мы на подъеме, особенно классно, там, премиум получил, проект сделал, у нас супер выброс, там, гормонов счастья, мы любим весь мир, мы готовы делиться деньгами, мы готовы, там, не знаю, соседу выставить ящик пива, но если мы это не делаем прямо на подъеме в ту же секунду, то чаще всего наутро мы очень сильно об этом жалеем, и вот как дать задний ход и объяснить, что ты передумал выставлять соседу ящик пива, и почему ты этого не сделаешь, и дальше начинается вот этот вот уход, ты начинаешь избегать этого бедного соседа, или ты понимаешь, что надо выставить этот ящик, но ты сам уже не чувствуешь себя счастливым, что ты его выставил, потому что ты пообещал на подъеме, а делать надо, когда у тебя спад, и поэтому я тоже всегда теперь, когда у меня что-то, какое-то классное настроение, я всегда записываю, что я хорошее хочу сделать, и как я хочу спасти мир, но делаю только на следующий день, перечитав это, вычеркнув там какие-то пункты, оставляя только те, которые, ну, правда, не под воздействием каких-то гормонов были приняты. Ну, вот я думаю, что ложь себе и окружающим, она, наверное, тоже где-то входит в эту категорию, потому что вот наши отношения с собой, я сейчас тоже очень много прорабатываю, очень много читаю, и все говорят там про любовь к себе, да, и очень же многие говорят про любовь к себе, а ее на самом деле и нету, никакой любви, и вот насколько мы честны с собой, и насколько мы в состоянии себе признаться, что нам нравится, что нам не нравится, а правда ли мы там, где мы хотим быть, а как если бы мы могли свою жизнь, там, не знаю, прожить заново, вернуться в школу, например, в какую-то среднюю школу, а правда ли мы пошли бы учиться туда, куда мы пошли, да, или это все-таки, вот как мы и говорили уже тоже изначально, это было не мое желание, это было желание родителей, а правда ли я жила бы, например, там в этом городе или в этой стране, и вот это вот, наверное, честность и нечестность, и в случае, если вот этих вот нечестных моментов с собой накапливается очень много, да, что ты вообще понимаешь, что ты проживаешь не свою жизнь, ну вот просто практически от А до Я это все не твое, а ты себя видишь, может быть, не знаю, художником, не знаю, в том же самом Колкастратс, да, или где у нас там красивые живописные места, да, и твоя душа рвется туда, а на самом деле ты работаешь, не знаю, на заводе, да, или там тот же бухгалтер, например, да, а тебя тянет в другое, и вот когда идет вот этот вот большой разрыв внутренний, мне кажется, что туда уходит просто вся энергия, потому что мы каждый день должны складывать себя по кусочкам заново, мы каждый день должны себя уговаривать проживать ту жизнь, в которой мы есть сейчас, и нам кажется, что изменить невозможно, и вот как только мы уверены в том, что мы ничего никогда не сможем поменять, мне кажется, то тут абсолютный ноль энергии сразу, то есть откуда тогда у нас возьмется энергия на какое-то новое начинание, когда нам кажется, что всю жизнь мы живем не так, как мы хотели бы, делаем не то, что мы хотели, и у нас не было на сегодняшний день этого позитивного опыта, смены чего-то там, и откуда вдруг она появится, ниоткуда, то есть там надо начинать как бы обнуляться, начинать с нуля и проживать эту жизнь, а как если бы ты прожил ее по-другому, а как если бы у тебя все получилось, а если бы ты сейчас и правда был художником, и жил вместе в красивом, что бы тогда поменялось в твоей жизни, как бы ты тогда на нее смирил, была бы там энергия, и тогда работать уже вот через какие-то такие моменты. У нас уже практически вот осталось буквально 3-4 минуты, вот что еще может быть в этом списке потери энергии, из-за такого важного? Да, в этом списке огромные две темы у нас остались, но я специально их оставила последними, если вдруг будет интересно, мы можем их продолжить, это тема перфекционизм, и тема негативных установок. То есть все, кто перфекционисты, а их достаточно много, я тоже с ними активно работаю, и тоже иногда впадаю в это состояние, прекрасно знают, где теряется энергия. Прекрасно знают. Потому что перфекционисты тратят огромное количество сил и энергии для того, чтобы довести до условно-идеального результата все, что они делают. Почему результат условно-идеальный? Потому что он идеальный только в их голове. То есть весь окружающий мир и окружающие люди, будь то начальство, коллеги, они не видят особой разницы между результатом через, не знаю, час вашей работы и, например, 4 часа вашей работы. Они видят, что либо работа уже сделана и близится к завершению, либо она, например, не делается еще даже, эта работа. А вот последние эти штрихи, которые якобы должны успокоить перфекционистов, что вот сейчас последний штрих и все будет здорово, это вгоняет в очень большие проблемы и самого человека, потому что тратятся время, ресурсы и коллег, и, естественно, начальство, потому что на каждую задачу выделено все-таки определенное количество времени. И если взять, что у меня была своя бухгалтерская фирма, ну, я прекрасно знаю, то есть у меня были бухгалтера, которые за час могли сделать, обработать огромное количество документов, и был один человек, который полчаса читал счет, но зато он выучил его наизусть, наизусть. Он точно сказал, где нету какой-то запятой, что там счет неправильно оформлен, и вот ты думаешь, рисков ноль, ну, вот как руководство, ну, ты уже заведи в программу этот счет, это, господи, пять минут времени, клиент за это платит, а не за то, что ты нашел, что неправильная запятая, потом ты начал еще созваниваться, не дай бог, с поставщиками, говорить о том, что счет неправильный там, потому что запятая не там стоит, поставщики начали тратить время и своих, и бухгалтеров, чтобы этот счет исправить, и понеслась эта вся цепочка как бы полной тотальной катастрофой круговой, потому что человек старается идеально выполнить свою работу без какого-либо фильтра. Ну, я... Это если вот... Да, я просто представляю себе, наверное, идеального перфекциониста все-таки как творческую натуру, по-моему, ну, хрестоматийные примеры это Тарковского, Андрея Тарковского и Алексея Германа, ну, Тарковский, который мог ждать целый день облачко нужной формы, вся съемочная группа сидела, затаив дыхание, когда же на небе появится то самое облачко, которое удовлетворит вот строгого режиссера, что он скажет, снимаем, или Алексея Германа, который доводил до иступления просто публику, когда он уволил, по-моему, свою ассистентку из-за того, что автобус на заднем плане с солдатами должен был проезжать, и она решила, что, ну, все равно, если они сидят, вот их будет видно только до пояса, она... и одела их, ну, то есть, так, чтобы они выглядели. Вот он сказал, нет, а если они не в полном, не в полной форме, у них по глазам будет читаться, какие глаза там, это на заднем плане проезжает, они просто вот выглядывают в эти окошечки. Но, тем не менее, вот и перфекционизм его заставил переснять эту сцену, чтобы все солдаты массовки были и в брюках, вот именно штанах той эпохи, вот соответствующей формы. Это вот все отмечали, говорили, ну, что это за безумие, что это такое? Это катастрофа для бюджета, да, то есть раньше, но, с другой стороны, для кинематографа это хоть как-то простительно, во-первых, они гении, а во-вторых, там, может быть, не было таких жестких рамок, но я думаю, что если бы они были в Голливуде, где каждый доллар, да, на счету, я думаю, там бы и без штанов, и без пуговиц люди ехали, да, в автобусы, потому что там самое главное, давай-давай, быстрее-быстрее, да, быстрее закончим фирм, интересе, да, и главное вовремя понять, потому что работают, они делают хорошо, но вот понять ту точку, где надо остановиться, где вот больше не надо, и все, да, спасибо, забираем, вот тебе следующая работа, то есть кто-то должен быть, ну, либо работать над собой, потому что там, на самом деле, есть целая тема, да, как перфекционизм убивает вашу жизнь, да, что ими быть не надо, и последняя, которая как раз на, в конце, я думаю, что вот этот вот мостик к следующему эфиру, да, это негативные установки, есть финансовые, есть не финансовые, это тоже потрясающая тема, с которыми работает Коучинка, и это такие установки, как деньги, это большое зло, деньги можно заработать только нечестным путем, заработаю много денег, меня тут же убьют, да, и из этой серии, то есть установок там огромное количество, есть установки из семьи, да, что из этой деревни никуда не выбрались, жили в этой квартире и наши, там, не знаю, предки, и ты проживешь, и все, вот, и зачем, зачем что-то пробовать, когда вот 10 поколений уже живет в одной квартире. Нежели богато, как это было, даже нежели богато, нечего и начинать, да, вот. Вот, прекрасно, это тоже вот, вот хрестоматийная установка, с которыми мы как бы работаем, или еще суперустановка семейная, что женщина не может зарабатывать много денег, больше денег, чем мужчина, я тоже работала с клиенткой, бедная мучилась, у нее потенциал не растраченный, был огромный, глаза блестят, а она держит все время планку, вот зарабатывать, не знаю, там, на 100 евро меньше, да, чем муж, вот потому, что ей кто-то вот в детстве, вот, ну, мы докопались, откуда это было, но вот откуда-то шла эта установка, и когда эту установку за сессию сняли, она, все, я ее больше не видела, она с утра до вечера работает, глаза горят, ура, мне разрешили зарабатывать больше мужа. Поэтому эти все потрясающие вещи, они вот есть у нас, и над ними надо работать, чтобы они не забирали нашу драгоценную энергию. Мы продолжим обязательно тему и вот негативных установок, и перебросим мостик уже вот к следующим нашим темам. Ольга Троицына, коуч сегодня с нами была на прямой связи, огромное спасибо, и до следующей среды, до свидания. До свидания.